Так вот, три четверти российского рынка кофе занимают отечественные предприятия. Они покупают зерна у крупнейших экспортеров, доводят до товарного вида и отправляют в магазины. И сегодня самый главный вызов, по словам производителей, это задержки поставок и усложнившаяся логистика. Некоторые производители поспешили расстроить наших кофеманов, что им на время придется отказаться от арабики и перейти на робусту. Ну и главный вопрос покупателей, что будет с ценами. Спросим у самого известного эксперта в тонизирующей, бодрящей отрасли. С нами на связи глава ассоциации Рос, чай, кофе Ромас Чантори. Ромас, приветствую вас. Да, добрый день всем. Правда, что привычной арабики в России будет меньше, либо ее вообще не будет? Ну, не совсем так, я, наверное, успокоюсь всех. Дело в том, что мы прогнозируем, что ввиду вот этих сложностей логистических, с которыми мы сейчас сталкиваемся все, видимо, будет перераспределение долей между поставками арабики и робусты в пользу робусты. Связано это прежде всего с тем, что основные логистические коридоры, которые будут использоваться и используются уже сейчас в доставке продукции, они расположены, скажем так, на юго-востоке, то есть в основном пойдет продукция в большей степени, так скажем, та, которая растет, и тот кофе, который растет в юго-восточной Азии, где в приоритете выращивается робуста, хотя там есть тоже и арабика. Но это не говорит о том, что мы там сильно сократим объемы закупок там в той же Бразилии или в Колумбии или в центрально-американских других странах, да, то есть поставки будут идти отовсюду, просто ввиду вот этих сложностей логистических, видимо, произойдет перераспределение баланса. В пользу робусты чуть больше, чем арабики. Ну, кофеманы говорят, что робуста горчит, а арабика, она такая, более с кислинкой, поэтому у нас почему-то больше ее любили. Видел статистику, 60% арабики, 30% робуста, остальные там, остальные сорта. Но будем привыкать, я так понимаю, пить кофе с небольшой горчинкой. По поводу сложности, да, многие, с кем мы общаемся в рамках нашего проекта, прорвемся и по другим темам, говорят, что, наверное, это сейчас самая большая причина, как бы не то, что там Европа практически к нам, через Европу практически ничего не заезжает, а то, что действительно и грузы дольше идут, и стала дороже перевозка. Правы ли люди, которые это утверждают? Ну, я бы начал с того, что если мы говорим, например, про тот же кофе, стоимость самого кофейного зерна еще в прошлом году выросла на кофейных биржах в среднем в 2-2,5 раза. То есть это колоссальный рост стоимости самого сырья. И он вот начал отражаться на ценах, которые мы, так сказать, здесь вынужденно начинаем менять с конца прошлого, начала этого года. Это первая, как бы, история. Вторая, конечно же, это вот сложности с логистикой. Увеличилось время доставки. То есть раньше контейнеры проходили в течение 30-40 дней, сейчас фактически в три раза увеличено время транспортировки. При этом, конечно же, стали дороже деньги, которые приходится предоплачивать за поставки. То есть мы знаем, что ставка рефинансирования у нас достаточно высокая. Несмотря на то, что она в последнее время потихонечку опускается обратно, тем не менее она еще пока достаточно высока. Кредиты, стоимость кредитов довольно тоже высокая. Поэтому, собственно говоря, это все так или иначе сказывается на стоимости продукта. Да, вот по поводу цен. Зимой я покупал банку кофе, не буду марку называть, за 260 рублей. Вчера зашел в магазин, она уже стоит 420. То есть действительно такой рост? Да, основная проблема, я просто на этом сконцентрируюсь, резкий рост стоимости сырья, произошедший в прошлом году. Из-за ситуации в Бразилии. Бразилия крупнейшая страна в мире по производству кофе и по поставкам кофе на мировой рынок. И там произошли два достаточно серьезных катаклизма природных. Вначале засуха, потом достаточно серьезные заморозки, которые повредили определенное количество кофейных деревьев, корневую систему, которая в конечном итоге пострадала. И теперь приходится перезакладывать плантации и ожидать, когда Бразилия опять сможет нарастить уровень производства до традиционных для нее уровней. То есть это проблема климатическая, которая привела к сокращению производства в Бразилии и отразилась резко на ценах. Это касается не только нас, все по странам. Конечно, абсолютно. Это везде стоимость кофе выросла существенно во всех странах. То есть эта ситуация для нас не эксклюзивна. Другое дело, что логистические проблемы, они, ну как сказать, они для всех точно так же в равной степени имеют те же сложности, потому что логистика на самом деле выросла в цене тоже не по, так сказать, не в последние там 2-3 месяца, а еще год-полтора назад, когда это началось с пандемии, потом с санкционными войнами между Америкой и Китаем, довольно большое количество контейнерного парка, так скажем, да, было заблокировано в портах, то есть выпало из оборота. И, соответственно, это повлекло дальше вот эти все сложности, включая те же частности там с Суэцким каналом, помните, да, когда он был перекрыт несколько недель. Эти сбои привели к резкому росту практически в 3 раза стоимости доставки еще год назад. Сейчас то, что касается вот нашей там конкретной ситуации и проблем с логистикой через Европу, ну и там проблемы, они как бы по всей, как сказать, по всей логистической цепочке есть, они добавляют немного стоимости, да, продуктов в этом сервисе, да, но это, как говорится, только часть, да, добавочной стоимости при перевозке. Сама перевозка подорожала довольно серьезно еще в прошлом году. Я правильно понимаю, я вот статистику посмотрел, что, по сути, 8 из 10 банок либо пачек с кофе на полках наших магазинов, это произведены в России на отечественных предприятиях. Правильно понимаю, что везут к нам в основном вот чистое сырье, это зеленый кофе, и здесь уже мы сами обжариваем, фасуем, рассыпаем там по банкам, по пакетам и продаем. Да, все верно, мы, ну, мы оцениваем где-то 75% производства кофе, так сказать, на российской территории, и по чаю это до 95% доходит, до 95%, это очень высокий показатель. Фактически вся переработка и в чаю, и в кофе сконцентрирована на территории, локализована на территории России, причем уже много лет, практически 15-20 лет назад мы провели максимально возможное импортозамещение, и все, что можно было делать на территории России, уже давно делается здесь. Ну, только кофе не выращиваем, да, Ромас? Да, это единственная проблема, очевидная, естественная проблема по климатическим соображениям. Нечайник кофе у нас не растет на нашей территории, там, ну, есть у нас, мы гордимся, конечно. Краснодарский сорт чая. Краснодарским, да, Краснодарским краем, но если с точки зрения вот объемов производства, чтобы было понятно, там производится порядка 0,2% от потребности. Ну, фактически незначимая величина с точки зрения потребления, и поэтому мы говорим о том, что 100% фактически. Нечайник однозначно 100% кофе ввозится сюда из-за рубежа. Но в виде сырья, но в виде сырья. Да, Ромас, ну, вы сказали, да, 75% примерно, по вашим оценкам, это наши отечественные предприятия занимаются кофе, но недавно финская компания «Паулик» продала свой российский бизнес-завод под Тверью. Ушла итальянская лаваца. Кто нам теперь приготовит такой же недорогой, но качественный кофе, либо там, что касается «Паулика», все линии остались, то есть просто, как в «Макдональдсе», да, вывеска сменится, а продукт будет просто под другим брендом? Ну, здесь, да, вы верно разделили. Собственно говоря, «Паулик» был отечественный производитель международного бренда, так скажем, фабрика расположена на территории России, она никуда не делась, она перешла, собственно говоря, в новому собственнику, который представляет также кофейную компанию, которая ранее выпускала и выпускает растворимый кофе, сейчас она расширит свою линейку и ассортимент в части, касающиеся жареного молотого кофе. Видимо, фабрика продолжит работать, в том числе предложит, я так думаю, и свои услуги в качестве контрактного фасовщика, то есть для других брендов тоже будет доступно делать, выпускать кофе на этом заводе. То есть объемы, которые выпадают с рынка за счет ухода «Паулика», ну, с определенной вероятностью этот же завод и, скажем так, заместит. Что касается «Ловации», это довольно известный, раскрученный бренд международный и довольно крупный в Италии бренд, да и в России он занимал определенную видимую долю, хотя не был каким-то уж серьезным лидером. Да, это крупный известный бренд, который занимал до 5% рынка. Да, как бы, так сказать, уход, как я говорю, любого бренда вызывает сожаление. «Паулик» это будет... Да, но еще и «Старбакс» по меню. Говорим мы про, соответственно, кофе и чай. Сейчас вот, наверное, такая у нас завершающая стадия про вот этот крепкий такой бодрячий напиток под названием кофе. И дальше будем расспрашивать Рамаза по поводу чая. Рамаз, в последний год много говорили, что зарождается новый тренд, это активное развитие вендинговых аппаратов, причем местных производителей. То, что стоят в переходах метро, в торговых центрах, денежку приложил, можно даже бесконтактно тебе вкусный ароматный кофе, прям при тебе же там автомат смолотил, смолол и выдал. Этот тренд будет затухать, либо, ну, ничего пока ему не мешает? Ну, сложно сказать с точки зрения технической, будут ли сложности у производителей этих аппаратов, там, ввиду того, что используется все-таки и микроэлектроника какая-то, возможно, да, подпадавшая под санкции. Я не могу здесь быть уверенным, но здесь важнее, наверное, следующее, то, что мы, очевидно, понимаем, что вот в той ситуации, в которой мы будем жить в этом году, небольшое снижение потребления кофе, как такового, возможно. Здесь и это коснется всех видов, в том числе и вендингового потребления, да, ввиду просто экономической, так сказать, ситуации и снижения, определенного снижения доходов. Но, подчеркиваю, это будет небольшое снижение, по нашим прогнозам, да, которое, ну, в общем, как-то даст возможность всем, ну, скажем так, привыкнуть к новому и уровню цен и к определенным, как бы, изменениям, которые в жизни возможны. Но, что касается вот вендинговых, я не скажу по поводу технической возможности, а если технические, так сказать, ограничений никаких не будет, то мне кажется, что мы достаточно, так сказать, сохраним тот объем потребления продукции, который был и через вендинговые аппараты. Ну, за исключением, так сказать, понятно, что люди будут просто чуть реже пить, но все равно продолжатся кофе. Продолжатся. И кофе уже никуда не денется. Да, но, Ромас, я считаю, что капсульные кофемашины, которые стоили недорого, и капсулы сами стоили недорого, наверное, их придется все-таки убирать на антресоле до лучших времен, потому что у знакомых есть такая машина, раньше упаковка 16 капсул стоила там рублей 330-350, сейчас 600, 700, 800 там уже за тысячу уходит. То есть вот этот сегмент, наверное, скорее всего, мы про него забудем. Но, так или иначе, у нас есть стратегический запас кофе-заменителя, это цикорий. Вроде как сорняк, но в то же время, и сейчас даже посмотрел, его упускают, 100-граммовая пачка, 80 рублей стоит с небольшим. Сможет ли цикорий, ну, хоть немного импорта заместить дорожающий кофе? Ну, здесь я вас разочарую. В России цикорий фактически уже не выращивается, не культивируется в тех объемах, которые необходимы для его массового потребления. В основном мы импортируем цикорий из Индии. Поэтому, да, но перерабатываем на территории России в большей части, да, понятно, что все равно по этому сегменту мы тоже столкнемся с определенными сложностями в логистике, но, тем не менее, тоже уверен, эта проблема будет как-то решена, и цикорий тоже не пропадет, но заменить кофе он не сможет. Это просто потому, что сырье также на сегодняшний день фактически импортируется, да. Но раньше в полях его было много, сейчас действительно стало поменьше. Ну и, в принципе, некой заменой кофе может, считают, по крайней мере, специалисты, это зеленый чай, в нем примерно такое же количество кофеина, он также, ну, по крайней мере, говорят врачи, тонизирует. И Бодрит, если говорить в целом о чаю, о черном чае, посмотрел, что он подорожал примерно на треть, и при этом в продаже появилось больше такие большие целлофановые упаковки, прозрачные, с какой-то небольшой этикеточкой, и написано, что из расфасованного в России, из какого сырья не уточняется, что внутри, что сейчас в чайных пакетиках и в таких больших упаковках? Ну, с чаем вся та же самая проблема с логистикой, но там ситуация чуть проще, чем в кофе, потому что чай все-таки товар аукционный, а кофе биржевой, и там спекулятивные, скажем так, колебания, они более существенные бывают по ценам, я имею в виду на сырье. В чае ситуация, несмотря на то, что товар аукционный и не так сильно выросли цены, все равно напряженность так или иначе сохраняется. У нас основные страны-постовщики также вне зоны, скажем так, санкционного давления, это там Индия, Кения, Шри-Ланка, Китай тот же самый. Так что с поставками продукции в целом тоже должно все наладиться, стабильности, скажем так, поставок, и все будет нормально. Что касается вашего вопроса, что продается вот в упаковках, я предпочитаю, честно скажу, не покупать чай, расфасованный в открытой, то есть в прозрачной упаковке, просто потому, что это считается, что, ну это так и есть на самом деле, что попадание света стимулирует к жизнедеятельности, скажем так, да, и, соответственно, потребительские свойства чая это ухудшает. Поэтому, конечно, лучше все-таки покупать чай, упакованный в непрозрачную упаковку, но понятно, что в связи с возможными сложностями у кого-то из производителей с тем же самым картоном, может быть, или с какими-то элементами, да, упаковочными, которые используются для фасовки чая, может быть, вот так, такие решения там предлагаются на временной основе, фасуются вот в то, что может легко, как говорится, быть найдено, в том числе и на территории России в виде упаковки, да, и, соответственно, через какое-то время, как только поставки более-менее наладятся, там, по упаковочной части, думаю, что все восстановится к тому, что и было традиционно, это будут либо пачки, ну, в большей степени, как и было, да, пачки там по 100, по 250 грамм и упаковочке по 25, там, по 100 грамм расфасованных, по 100 пакетиков, да, расфасованные в упаковку уже где разовые заварки, то есть, возможно, в ближайшие вот там месяцы, возможно, определенные изменения структуры упаковок из-за, ну, сложности перенастраивания вот этих всех логистических, в том числе, потоков, да, но через какое-то время стабилизируется, я уверен, что... Без чая не останемся. Спасибо большое.